всем привет дорогие подписчики и гости канала сегодня будет ролик у нас бурбон из концентрата такой концентрат у нас и будем сбраживать это все вот такими дрожжами так ну что рассказать о наших действиях в общем купил это я на зоне с доставкой вот такой концентрат кукурузный ячменно-солдовый есть 14 килограмм он рассчитан в двух вариантах или на 60 литров брожение емкость или на как в моем случае я делаю на 100 литров как я делаю я беру вот такую одну канистру 14 килограмм и все это разбавляю в теплой воде и добавляю туда гфс глюкозно-фруктозный сироп который сделан из кукурузы делаю плотность в районе 20 и все это сбраживаю такими замечательными дрожжами которые вы тоже как и я можете приобрести на волдырь сильно озоне брагман все знают этого производителя тут как бы рассказывайте не вижу смысла потому что семья уже в большинстве пользуются и знают что это безотказанная дрожжи как автомат калашникова ну наш следующие действия какие сейчас я это все выливаю в емкость туда сейчас налью пару ведер теплой воды налью туда сполоснем эту канистру посмотрим плотность на плотность скорее всего она будет небольшая потому что объем большой и буду добавлять до 20 чтобы у нас была плотность глюкозно-фруктозный сироп говорить о том то что это неправильно это не бурбон это еще что-то ребят я делаю это для себя я вам это как бы не навязываю вы делаете каждый как читаете нужно меня делал уже не один раз проще объясню я это делаю на долив в бочку примеру где-то у меня спирт спирт дистиллят сделаны другими способами до более насыщенный там как говорит с хвостами со всеми нюансами а это я как бы под разбавляю вот этот общий объем вот такими своими как ему тоже туда дистиллят 92 на выходе будет я буду это делать на прямо токи сначала вот потом это все будет на колпачковой колонии то есть все будет в виде а корректификация но я имею ввиду просчеты мод ну и по итогу будет у нас чистенький продукт приятный который можно будет настоять и на брусочках и на щепей на палочках и также залить это все дело в любимую бочку так ну вот такой вот у нас густой этот концентрат наливая емкость сейчас добавлю воды наполовину разведу посмотрю плотность какая будет ну и в принципе я добавляю где-то в районе 10 килограмм и еще гфс ки то есть вот это у меня получается примерно где-то 20 по брикшу вот в принципе самый такой хороший для брожения вариант вот такая мне гфс к прозрачная сейчас добавим сюда на килограмм 10 на глаз я кружкой двухлитровый где-то штуки 45 но здесь 32 что ли по моему в этом как он называется барабане килограмм но где-то я 25 процентов от этого барабанчика выливаю туда так ну все я добавил сейчас доливаем до 100 литров добавлю маленечко пеногасители все-таки на всякий случай еще и вот засыпаю вот такие дрожжи брагмана не идут на 100 литров насколько я помню до до 50 стоп и все избраживаем самый простой способ от не надо не как говорится запаривать эту кукурузу еще что-то вот этим заниматься всеми делами для квартиры самый удобный способ и кастрюль у вас не пригорит и вообще удобно это все мы все встретимся на первом перегоне на подстиле ну я как и говорил примерно 18-20 плотность получилось все засыпаем дрожжи и ждем когда у нас все это мероприятие сбродит так ну брага у нас выбродила вот уже стала осветляться видите да повернулся опять он у нас но не в ноль а получается но одна единичка где-то осталось 1 2 единички но деление имею ввиду сейчас переливаем все это в куб запах обалденный все в кубе час переливаем и прямотоком будем выгонять так на сборочку у нас собраны вот такой подстил у нас обязательно медь и обязательно добавьте в куб пеногаситель сейчас будем до нуля в струе перегонять все это дело и потом вторая дробная переконка так ну что настал у нас день второго перегона сборка у нас вот такая куб медная крышка ну диоптер это медленно ну чтоб видеть четырехдюймовая колпачковая колонна 4 дюйма узел отбора по пару дефлегматор двухконтурный здесь тоже дефлегматор и попугай и автоматика вот отбирая по принципу как на ректификация давайте вот так сделаем по принципу как на ректификации 10 процентов от общего объема это головы вот отбираю вот потом уже ну как я делаю я еще 500 миллиграмм от обрал основные еще выбираю и начинаю отбирать тело вот это уже у меня будет конечный продукт потом до первого скачка в царге вот перед узлом отбора у меня стоит царга вот первый скачок на 0,1 на 0,1 если температура прыгнула я прекращаю основной отбор который основного тела идет ну и просто с хвостиками еще выгоняю там может быть миллилитров 500 и в следующий перегон добавлять просто для органолептики вот и все принципе у меня вот такой вот принцип отбора именно вот с колпачковой колонной варианте получается первый перегон это прямоток все до нуля в одну тару и здесь уже вот разделяем на головы тело и предхвости так скажем есть предхвости есть хвост и вот предхвости я маленько отбираю и добавляю к следующий перегон если он существует в принципе все очень просто этот вариант квартирный самый простой не заморачивайтесь вы там завариваете эту кукурузу там еще что-то самый простой вариант а по деньгам я посчитался говорят это не тот бурбон ну может быть он не тот но при по крайней мере он приближенный к тем вкусовым вариантах и мы не все такие уж там прям дистиллер и чтобы прям ощущать все эти нотки там а для своего домашнего питейного продукта очень отличный вариант но опять же скажу вот такое оборудование не обязательно всем иметь можно это все делать на простом оборудовании с простых сборок как у люксталя у посадского винокура у любых просто это все делается прямо током и там немного другие температуры не температуру ну и температурная и спиртуозности варианты отбора это я хочу тоже заснять такой ролик именно конкретным по прямо током это бочковой вариант а вот этот вариант он более чистый для щипы брусочков для тех кому нравится не яркие вкусы вот эти некоторые что же не поймут их вот в общем как-то так ребят соснял вам вот с концентратом скоро еще один меня концентрат придет засниму с ним его уже сделаю на прямо токи всем спасибо за просмотр если понравилось поставьте лайк если нет поставьте дизлайк напишите обязательно свое мнение мне оно интересно вот всем спасибо всем пока и не даром все континенты рукоплещут друженикам нашего большого балета пойдем дальше